приветствую всех на канале взломостойки дверей сейфа компании монолит мы находимся на монтаже жк липцизский сегодня речь у нас пойдет о очень важном элементе взломостойки двери там где слабая стена там где монтаж предусматривается в относительно слабый материал стены это обратная рама контр рама называет обратная рама давайте рассмотрим что это такое для чего этот элемент что он дает взломостойкой двери на что он влияет так вот давайте рассмотрим что такое обратная рама для чего она нужна вот перед нами находится типичная рама взломостойкой двери это 5 миллиметровый металл огромное количество монтажных ушей по 5 на каждую сторону два верху всего 12 монтажных ушей защита ригелей как в нашем случае выполнена на каждой нашей даже стандартной двери это защита ригелей выполнена сплошная на оба замка которая создает короб в районе замков там где-то нужна максимальная жесткость для того чтобы нельзя было это место развести и выдвинуть ригеля замков для того чтобы нельзя было просто забить ригеля замков и вот этот элемент вот этот элемент это является контр рама то есть обратная рама для чего он нужен вот данном случае мы сейчас подойдем подойдем сейчас сюда то есть кирпич кирпич а так ну то есть он вот это является пол и кирпич то есть у него пустоты то есть он не имеет такой плотности и данный скажем так материал то есть забиваю ну даже если это крепить самым лучшим способом это забивать костыли и крепить на сварку все равно эти штыри они со временем разболтаются как я говорил ранее о том что пол и кирпич является недостаточно прочной стеной и обратная рама является обязательным условием если говорить о двери высокого класса защиты то хотел показать что такое пол и кирпич и насколько плохо в нем держится вот материал здесь допустим вот отверстия то есть но вот эти все все анкера они то сдерживаться вот так пусть я его сюда просто рукой засовываю и вынимаю то есть там можно это частично там компенсировать там слегка его изогнув слегка изогнув но это это тоже но не метод решения то есть и какие-то там химические анкера там вот эти все как бы вещи то есть это все равно по сравнению с тем чтобы просто напросто взять и обтянуть то есть после монтажа основной рамы ставится в обратно рамы обтягивает полностью сваривается с каждым ухом а вот это все полы за штукатурится на никакой химический анкер даже и близко не сравнится с таким способом крепления поэтому обратная рама то есть вот я сейчас покажу что на себя представляет из обходить сюда вот так она на завершающем этапе пусть она будет установлена и все это вот получается все эти элементы они сварятся то есть образуя единый короб поэтому вот такой спецспособ монтажа является самым лучшим как самым надежным самым долговечным то есть так как здесь ничего расшатываться не будет это будет единое целое то есть таким способом укрепляются даже стены ну по тем же гостом типа укрепление стен производится таким же образом обваривается стена то есть проемы которые вырезаются стене они обтягиваются вот таким вот способом поэтому это проверенная технология которая является лучшим решением а если говорить уже взломостойкой двери если говорить уже взломостойкой двери то кроме того чтобы она не разболталась она еще должна выполнять защитную функцию чтобы ее нельзя было просто эту раму потянуть и она не вывалилась коридор поэтому обязательным условием для взломостойкой двери если стена слабая за этим условием являются обратная рама то есть она представляет из себя уголок как правило меньшего формата чем основная рама с меньшей толщиной полки с меньшим сечением самого уголка но и но при этом она большего размера и она в притык то есть обтягивается с обратной стороны на впered и к обтягивать дверной проем то есть начали крепятся основная рама то есть на большое количество штепления все так и остается а потом с обратной стороны становится обратной рамой вот это расстояние она является размером кирпича то есть она полностью обтягивает кирпич и все это сваривается то есть вот такой способ крепления является самым лучшим который может быть с точки зрения как срока службы двери так и защитных ее свойств вот давайте посмотрим принципе дверь которая у нас сегодня вот так обойдем у нас сегодня очень интересная дверочка фирменном дизайне монолит то есть это фирменные наши дизайн-отделки то есть это антрацит цвет вот такая вот рейка как ее уже заказчики прозвали вот такая вот рейка такого дизайна абсолютно никто не делает это дизайн разработан внедрен скажем так доточен до идеала внедрен то есть не это очень красиво современно смотрится и вот это уже сразу бросается в глаза и подчеркивает мощность двери то есть вполне возможно что данный дизайн станет стандартным дизайном и большинство дверей будет делаться именно с наружным таким дизайном в данном экземпляре применена черная фурнитура то есть великолепная черная фурнитура в данном экземпляре установлен электрозамок электроригель то есть электроригель о чем свидетельствует вот мы можем в раме посмотреть что из себя как правило представляет электроригель то есть к что он подразумевает в раме вырезана вот такая полость в данном случае это по 4 контактные группы почему 4 контактные группы потому что часть эти контактные группы будут дублироваться то есть они будут подавать сигнал на открытие-закрытие замка а части контактные группы задействованы на дополнительные датчики то есть вот это является максимумом как прав как правило максимумом 4 контактные группы в этом можно включить все возможные опции которые потребуются от электрозамка поэтому спасибо за внимание если вам понравилось видео ставьте лайк если вам возникли какие-то вопросы пишите в комментариях если вам интересна наша продукта приезжайте в город или в улице вискозная 3b там находится наше производство и офис спасибо за внимание всего доброго до свидания а